Добрый день! Эксперты по управлению личными финансами твердят одно и то же. Чтобы деньги служили нам, нужно научиться тратить их, не испытывая эмоций. Только холодный расчет. Получаем зарплату и методично раскладываем. К примеру, так. 60% на текущие расходы питания, транспорт, оплату коммунальных счетов, покупку одежды. 40% делим на 4 равные группы. По 10% планируем на пенсионное накопление, долгосрочные покупки и выплаты, нерегулярные расходы и развлечения. Долгосрочные покупки и выплаты – это, например, накопление для покупки машины или квартиры в ипотеку. И на выплату долгов. 10% на нерегулярные расходы – это деньги, предназначенные для разовых и часто неожиданных трат. Например, на ремонт бытовой техники или лечение внезапно заболевшего зуба. Этот метод предложил консультант MSN Money Ричард Дженкинс. Он утверждает, что совсем не обязательно учитывать все траты до копейки. Вполне достаточно, если удастся соблюдать правила 60%, чтобы на текущие расходы уходило не более этой суммы. А остальной частью бюджета можно распоряжаться по ситуации. Например, если долги слишком велики, направлять на выплату не только предназначенные для этого 10%, но и 10% пенсионных накоплений. И поступать так до полного погашения долга или улучшения финансовой ситуации. Это правило денег. Продолжение следует...